Сорванные крыши и вывески, помятые автомобили во дворах, поваленные деревья – таков итог вчерашнего разгула стихии. Самый большой ущерб, судя по отчету властей, ураганный понедельник нанес Чебоксарам. В своем телеграм-канале сети-менеджер города Денис Спирин отметил, что столица оказалась, цитата, в эпицентре стихии, пронесшейся вечером над Поволжьем. Судя по кадрам, которые жители публиковали в соцсетях, столицу в прямом смысле залило. Синоптики обещали накануне ливень и усиление ветра. Их прогнозы оказались верны. Деревья вдоль президентского бульвара серьезно потрепало. А вот одно из них рухнуло прямо на проезжую часть дороги между Чебоксарами и Новочебоксарском. Всего же, по сообщению ЕДДС, по городу упало 18 деревьев, в том числе и вдоль трассы в Заволжье. Гораздо серьезнее повреждение на улице Байдула, прямо у жилого дома, размыло проезд во дворе и траншею. У здания Чебоксарского профессионального колледжа имени Никольского ураганный ветер снес крышу. Видео снимали студенты. Крыша утромалась, девочки! Там крыша утромалась! Крыша учебного заведения повреждена на площади более 200 квадратных метров. По сообщению Дениса Спирина, подрядчик, который займется ремонтом кровли, уже найден. Сегодня в течение дня обрешетку и саму кровлю здание восстановят. Но стихия вчера буйствовала не только в Чебоксарах. В Аликовском районе, к примеру, частный дом лишился части своей крыши. По данным регионального госкомитета по ГО и ЧС, из-за непогоды без электроснабжения остались 17 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях. Сейчас свет во всех жилых домах и социально значимых объектах уже есть. Также в ГКЧС особо отметили, что непогода привела и к тому, что нескольким жителям региона понадобилась медицинская помощь. В ГКЧС в результате падения дерева пострадала женщина, которой назначено амбулаторное лечение. Также в ГКЧС в результате падения рекламного щита повреждены 5 автомобилей и пострадали 2 детей, которые в момент происшествия находились в салоне автомобиля. Им также назначено амбулаторное лечение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...